Техническое описание кода неисправности OBD2O2 сигнал датчика AF смещен, застрял, датчик 1 блока 1, что это значит? Этот код является общим кодом трансмиссии, он считается универсальным, поскольку он применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств, начиная с 1996 года, хотя конкретные этапы ремонта могут немного отличаться в зависимости от модели, на некоторых транспортных средствах, таких как Toyota's, это фактически относится к датчикам AF, датчикам отношения воздух-топлива, Какие в основном являются более чувствительными версиями кислородных датчиков, модуль управления трансмиссией, PSM, контролирует соотношение воздух-топливовых лопных газов с помощью датчиков кислорода O2 и пытается поддерживать нормальное соотношение воздух-топлива 14,7,1 через топливную систему, кислородный датчик AF выводит показания напряжения, которые использует PSM Этот код неисправности устанавливается, когда соотношение воздух-топлива, Ситона и PSM, отклонилось настолько далеко от 14,7,1, что PSM больше не сможет его корректировать Этот код конкретно относится к датчику между двигателем и каталитическим нейтрализатором, а не тот, который находится позади него Банк номер 1 это сторона двигателя, которая содержит цилиндр номер 1, примечание, этот код неисправности очень похож на P2195, P2197, P2198, если у вас есть несколько кодов DTS, всегда исправляйте их в порядке их появления Симптомы для этого кода неисправности Загорается контрольная лампа неисправности, МАЛ, могут быть и другие симптомы, причины, потенциальные причины кода P2196 включают в себя Неисправность датчика соотношения кислорода О2 или АФ или неисправности нагревателя датчика, обрыв или короткое замыкание в цепи датчика О2 Проводка, жгут проводов, неисправность давления топлива или топливной форсунки, форсунка И, давление топлива слишком высокая или слишком низкая утечка Неисправность системы PSV, неисправно реле датчика АФ, неисправность датчика МАФ, неисправность датчика ЕСТ, слишком низкое давление воздуха на впуске Неисправность датчика давления топлива, неисправность регулятора давления топлива Примечания, изменение этого кода может быть вызвано изменениями, например, послепродажного выхлопа, заголовков и т.д. Етапы диагностики и возможные решения Используйте диагностический прибор для получения показаний датчика и отслеживания значений краткосрочной и долгосрочной настройки топливной коррекции, а также показаний датчика О2 или датчика соотношения воздуха и топлива Кроме того, посмотрите на данные стоп-кадра, чтобы увидеть условия на момент установки кода, это должно помочь определить, правильно ли работает датчик О2 и Ф, сравните с ценностями производителей Если у вас нет доступа к сканирующему инструменту, вы можете использовать мультиметр и провести обратный зонд на клеммах разъема датчика О2 Проверьте наличие короткого замыкания на массу, короткого замыкания на источник питания, обрыв цепи и т.д. Сравните характеристики со спецификациями производителей, визуально осмотрите проводку и разъемы, ведущие к датчику Проверьте, не ослаблены ли разъемы, нет ли натертых, протертых проводов, расплавленных проводов и т.д. При необходимости устраните неисправность, визуально осмотрите вакуумные линии Вы также можете проверить утечки вакуума, используя пропан или очиститель карбюратора вдоль шлангов при работающем двигателе Если обороты двигателя изменяются, вы, вероятно, обнаружили утечку Будьте очень осторожны при этом и располагайте огнетушитель под рукой, если что-то пойдет не так Если будет определено, что утечка вакуума является проблемой Было бы целесообразно заменить все вакуумные линии, если они стареют, становятся хрупкими и т.д. Используйте цифровой вольтметр, DVOM, для проверки других упомянутых датчиков, таких как MAF, IAT, для правильной работы Выполните проверку давления топлива, проверьте показания по спецификации производителя, если у вас ограниченный бюджет И у вас есть только двигатель с несколькими банками, и проблема заключается только в одном банке Вы можете поменять датчик с одного банка на другой, очистить код и посмотреть, соблюдается ли код, в другой банк Это говорит о том, что неисправен сам датчик, нагреватель Проверьте наличие бюллетеней технической поддержки, TSB, для вашего транспортного средства В некоторых случаях PSM может быть откалиброван, чтобы исправить это, хотя это необычное исправление Псе также могут потребовать замены датчика При замене датчиков кислорода, AF обязательно используйте высококачественные датчики Во многих случаях датчики сторонних производителей имеют меньшие качества и не будут работать правильно Мы настоятельно рекомендуем вам придерживаться замены оригинального бренда